Завершился Кубок России по командной гимнастике. Соревнования собрали 57 команд и стали самыми крупными в стране в этом виде спорта. Подробнее расскажет наш корреспондент. Первый турнир по командной гимнастике прошел три года назад в Ярославле. Участвовали 180 юных спортсменов из пяти регионов России. На соревнования в Люберце съехались уже более 400 гимнастов от 6 до 14 лет из 15 областей. Турнир открыло показательное выступление воспитанников Люберецкого гимнастического клуба «Спартак». Чтобы заслужить это почетное право, ребята усердно тренировались каждый день. Мне нравится гимнастика тем, что это очень красиво, что разрабатывает бег, ловкость и умение что-то делать. Мне очень нравится гимнастика и мы работаем команда, как говорится, один за всех и все за одного. Чтобы приблизиться к победе, спортсмен должен держать себя в тонусе, быть гибким, сильным, ловким и быстрым. Результат не заставит себя долго ждать. Так как это командный вид спорта, основное здесь это скорость исполнения по точность движения. На акробатической дорожке, либо групповые прыжки. Также очень важна синхронность в вольных упражнениях. Опять же, это командный вид спорта. И здесь каждая ошибка влияет на всю команду. Это для нас очень значимое событие. Мы к нему очень долго готовились. Мы очень рады, что все наши гости смогли сюда приехать. Турнир проходил два дня. Воспитанники Люберецкого гимнастического клуба «Спартак» в номинации «Юниоры» заняли второе место в третьей спортивной ступени. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.